Ариару народ, по микрофону мамору и мы продолжаем с вами играть такую увлекательную игрушку как фарминг симулятор 22 Как я и говорил я за кадром немножечко подождал, подкопил немножечко деньжат и уже успел немножечко заняться нашим полем Вот то что вы сейчас видите это трактор уже собранным урожаем, который у нас успешно уже вырос Уже успешно был собран и мы его здесь везем и выгружаем целью посмотреть сколько мы здесь можем навариться с этим самым силосом Выгружаем дюки, итого 41 тысяча плюс еще 6 тысяч, замечательно, 46 тысяч, итого у нас практически 100 тысяч на руках Но это еще не все, как мы можем помнить у нас не хватает одного к сожалению прицепа для того чтобы загрузить весь урожай Поэтому мы сейчас едем обратно на поле и забираем остатки И вот наше уже поле, такие мы загрузили и сейчас идем все это продавать Но перед продажей нельзя было бы не сказать, что я немножечко модернизировал способы по уборке нашего урожая Я решил не косить как я делал это раньше с помощью обычной нашей ручной косилки А теперь у нас урожай косится благодаря вот этой вот небольшой насадке на наш трактор, которая крепится к нему спереди А сзади к нему крепится вот эта вот валковая жатка Таким образом я умудряюсь здесь ездить и постепенно, все время, с каждым разом наращивать урожай тюков И в итоге у меня получается всего один тюк, очень-очень длинный и очень-очень жирный И мне таким образом приходится тюковщиком всего пару раз пройти для того чтобы полностью собрать весь урожай По-моему это самый эффективный способ, в действии мы его обязательно попробуем, даже может быть уже и в этой серии Ну а для начала мне нужно продать остатки нашего урожая Из-за этой тюки мне досталось 10 тысяч зеленых Замечательно Поднимаем это все безобразие Теперь нам нужно этот прицеп складировать у нас на базе Ведь для дальнейших плодов он пока что нам вряд ли понадобится В планах на эту серию у меня, как я говорил в предыдущей части, расширит наше поле И для этого, как ни странно, нам понадобится реально гигантская куча всего разнообразного оборудования Которые нам возможно придется купить, а возможно взять в аренду Действовать мы будем сугубо по ситуации и как пойдет Будем стараться пытаться искать для нашего бизнеса максимально прибыльный вариант И тут уже даже я не знаю, что из этого выйдет Именно с этой целью я купил здесь себе уже плуг И сейчас будем себе его развертывать и расширять Это все безобразие Тем более, что, как мы можем видеть, поле нуждается в посадке Так, опускаем плуг Повернуть плуг Разрешить создание полей Опустить плуг И по идее мы можем начинать За особой эстетичностью происходящего я гнаться здесь не буду Поскольку я уверен, что потом я в случае чего распахаю и запахаюсь здесь себе без абсолютно каких-либо проблем И если что, терраформирование никто не отменял Если посмотреть по финансам, то можно определить то, что помимо всего прочего Я здесь себе купил и арендовал еще кучу всякой техники, которые нам потребуются для дальнейшего продвижения и работы здесь на ферме Ну а мне сейчас предстоит гигантская работа по вспашке всего этого пласта земли И мы встретимся с вами уже после вспашки Ну и по итогу все то поле, которое у нас там было, я успешно вспахал Это не создаило у меня здесь никакого труда И следующий этап, это несомненно у нас посевка После вспашки мы должны были это как-то раскультивировать Но благодаря тому, что у нас здесь есть посевная машина Сразу с культиватором, лишних действий от нас не требуется На наш трактор я таким образом прицепил противовес на 950 грамм И соответственно всю эту посеятельную машину Вот она у нас сейлка Я взял ее в аренду за 2000 И активные вот это вот борны, по идее, это тоже в нее входят И по идее тоже от нас никаких дополнительных положений не требует Сейчас я сюда загружаю семена, которые здесь купил Я думаю, что мне еще один поддон потребуется с ними Закрываем крышку И прежде чем ехать на наше поле, мы едем на заправочку По идее, за 3 часа работы на этом тракторе я впервые еду на заправку Неплохо На заправку мы прибыли И сейчас заправляемся Не знаю, насколько у нас получится это заправиться Тут всего 208 баксов Я на самом деле боялся большего Тем не менее, мы сейчас со всем вот этим вот навесным едем на поле Там вы еще могли видеть два дополнительных прицепа У меня стоит один купленный и другой в аренду Один из них прицеп нам понадобится после посейки А второй нам понадобится также после посейки и уже после укатки Чтобы разбрасывать непосредственно удобрение Только посмотрите, как замызганно выглядит наш трактор После всех этих часов работ на нем Просто прекрасно Мы с вами прибыли на это самое поле Давайте здесь немножечко припаркуемся Оно у нас здесь успешно спахано Но, к сожалению, идеально все это спахать в рушную, конечно же, нельзя Поэтому небольшие такие артефакты и выезды за линию нашего самого поля имеются Хотелось бы более сделать это так аккуратно Даже я пытался здесь немножечко благодаря ландшафту местности исправить Но, к сожалению, не все в моих силах, поэтому мы имеем, что имеем В любом случае мы залазим в трактор Сейчас пробуем так Опускаем активную борону А вот так вот делать необязательно Опускаем активную борону Включаем активную борону И, по идее, мы должны начать все это ехать здесь, надеюсь Да, у нас, судя по тому, то количество семян уменьшается Посев у нас пошел Благодаря тому, что эта техника у нас взята в аренду Мы ее сразу же после засейки будем продавать Тем самым нехилая экономия финанса По факту мы не слишком-то на нее и потратились по финансовым вложениям И отбить ее мы сможем буквально со следующего урожая И в чем, несомненный плюс травы В том, что следующий урожай нам не придется заново сеять с помощью этой сеялки Ведь он сам вырастет на уже посаженных семенах И нам достаточно будет всего единоразово это все засеять Чему я, несомненно, рад Ну а теперь же мне предстоит такая же монотонная работа по посадке всех семян Которые у меня здесь местятся на нашем поле И мы с вами увидимся уже непосредственно после посадки И вот, спустя какое-то количество времени Поле успешно у нас засажено Сразу не отходя от кассы, я возвращаю сеялку и борону Трактор у нас теперь без излишеств Теперь, если посмотреть и походить по полю То на нем в большинстве случаев написано Нужно прикатать Как раз для того, чтобы прикатать, я и купил себе каток А точнее взял его в аренду Но я не буду спешить прикатывать это поле Потому что, во-первых, его нужно еще и удобрить А во-вторых, если здесь вот посмотреть То этому полю нужна известь Я уже говорил, по-моему, что купил вот этот вот разбрызгиватель удобрений Достаточно дорогое удовольствие, конечно Но оно того стоит Сейчас мы в него, во-первых, будем погружать известь И все, на всякий случай, еще раз поле пробрызгаем этой самой известью А после, вместо извести, загрузим в него обычную, допустим, какую-нибудь удобрятельную штучку И уже этим самым удобрением повторно пройдемся И только после вот этих вот всех купательных процедур Мы будем прикатывать поле И только после этого оно у нас будет готово Итак, привет, разбрызгиватель Итак, привет, прицеп Давай цепляемся Давай попробуем сразу тело лучшее Зачем тянуть? Вот, по-моему, вот здесь вот это все делается Я бы хотел сразу купить большое расширение Немножечко потрачусь сюда И построю здесь сразу такие вот гигантские разбрызгиватели Принимаем изменения За 9000 Я думаю, все это у нас окупится сполна Я думаю, в любом случае, если что, вдруг мы с вами с этой штукой сможем ездить на контракты и без проблем их выполнять Так что эта сумма очень быстро отобьется и все вложения быстро очень сильно отобьются Ну а сейчас же я еду целиком и полностью за известью Вот она получается, та самая цистерна Сейчас я открываю здесь крышечку Пошло у нас заполнение Всю эту емкость заполнять смыслом вообще никакого нету У нас не такое большое поле и у нас обязательно останутся излишки Но в этом нет ничего абсолютно страшного Мы эти излишки выгрузим и вместо них уже загрузим сюда удобрения А излишки обязательно потом где-нибудь реализуем Мы загрузились и едем на наше основное поле Привез я, значит, эту известь сюда Стоил это мне больших усилий Трактор у нас очень-очень слабенький Но, тем не менее, хотя бы так Благодаря охвату этой всей у нас мощности получится быстро сейчас эту известь раскидать Мы ее развертываем Делаем ее кнопочку вкл И едем, получается Все у нас известью это пошло разбрасываться Я не претендую на должность какого-то очень знающего фермера Поэтому, если я что вдруг делаю не так То я сразу же прошу вас уведомлять мне об этом И я обязательно прислушаюсь к вашим комментариям Ведь я полностью не сомневаюсь в том, что по-любому у меня найдутся среди моих подписчиков Люди, которые гораздо больше знают, чем я И гораздо лучше знают, как правильно в эту игру играть Ну а я тем самым временем продолжаю здесь разбрызгивать известь И как-то так получается На все про все у меня ушло Достаточно маленькое количество на самом деле извести Я думал, ее уйдет гораздо-гораздо больше У нас осталось ее 48% И сейчас я хочу в конце где-то поля ее всю разгрузить здесь Вот, разгрузить Четыре поддона, замечательно Теперь я отправляюсь обратно в магазин Чтобы в этот раз вместо извести сюда загрузить удобрение Которым и планирую сейчас удобрить все наше поле Два поддона, получается, с удобрением я себе взял Мы сюда и приехали Сейчас это все безобразие у нас развертывается снова Снова все это включается И пошло-пошло-пошло опрыскиваться Отправил я сюда работника нашего работать Он сделает это гораздо прямее Но даже у него остаются вот эти вот белые какие-то непонятные усманы Откуда они взялись, непонятно Но я надеюсь, что после укатки у нас получится от этого всего избавиться Тем временем там, где мы уже удобрили У нас дополнительный урожай аж 95% Удобрение на 100% А вот в месте, где мы не удобряли еще Всего дополнительный урожай составляет 73% Получается, для полного урожая нам не хватает лишь только здесь Дополнительно еще и прикатать При катке мы, получается, еще больше семена в почву разместим Тем самым, не давая ветру, помешать их как-то росту А также еще все камни, которые были выпаханы у нас здесь во время вспашки Мы успешно поместим обратно в землю Хотя, по факту, эти камни ни на что не влияют Кроме как на износ двигателя Я проехался еще раз по всему полю, но от белых участков с известью Мне не удалось окончательно избавиться Я не знаю, из-за чего так у нас происходит Но да и ладно Сейчас мы это все безобразие отделяем И едем за последним необходимым инструментом И вот он, получается, мой последний арендованный инструмент здесь Это каток И будем пытаться избавляться от извести излишней И, в принципе, укатывать наше поле Ну вот мы сюда и приехали Развертываем мы здесь наш каток Сразу же здесь его мы опускаем И он, по идее, уже начал работу Да, какие-то следы здесь составляют уже хорошо Но от извести тем временем он не избавляется Это, скорее всего, какой-то визуальный баг Я не знаю, откуда он взялся Но, тем не менее, он здесь есть Сейчас давайте я пару раз туда-сюда проеду Потому что особых каких-то видимых изменений здесь нет И уже после этого мы будем с вами судить Нужен ли так сильно здесь этот каток или нет Хотя давайте сразу я здесь Не буду заморачиваться и пущу здесь Наймита, работника Вон он, поехал Видим то, что уже здесь Между прочим, 98% дополнительного урожая Вместо предыдущих 96% Процент как бы не особо заметен Но, тем не менее, он уже есть И нет особо никаких камней А по карте, если смотреть, то видно То, что вот это вот синее пятно Это все удобрено Здесь нет камней И все уже замечательно И просто нужно ожидать, когда это все вырастет Итого Мы с нашим Наймитом успешно справляемся с этой задачей Теперь наше поле выглядит вот таким вот образом И, конечно, не идеально Но ничто не идеально Сразу же каток мы сдаем Из аренды И получается мы встаем на перемотку времени Таким образом у нас сейчас полностью отсутствует какая-либо задолженность У нас нету техники абсолютно в аренде И мы сейчас просто должны ждать Когда у нас поспеет наш урожай Травы Чтобы это все безобразие заново скосить И уже посмотреть на результаты После наших модернизаций нашего поля Но я боюсь, что нам придется ждать гораздо больше Если посмотреть по графику роста Трава заканчивает рост только в ноябре То есть декабрь, январь и февраль Соответственно зиму Она расти не будет А значит все это собрать мы как-то не сможем Следовательно мы просто ждем периода роста То есть марта Грубо говоря Когда же у нас сможет расти здесь трава И мы сможем ее здесь собирать И вот уже наступил в принципе март И несмотря на то, что как бы пишется то, что урожай у нас созрел Все-таки его собирать все еще не надо Можно подождать третьей стадии роста И только после этого его мы будем с вами собирать Оно вырастет еще буквально вот на следующую стадию Чутка буквально Для этого еще нужно буквально день подождать И вот уже тогда все будет у нас готово И все у нас будет замечательно Я думаю эта штука уже выросла 1 апреля у нас тем временем настало Вот здесь эта трава у нас располагается В полностью выращенном состоянии Сейчас у нас окончательно расцветает Мы выключаем перемотку времени Садимся в трактор Во-первых заводим Опускаемся на косилку И включаем ее И так же мы поступаем с валковой жаткой Опускаем И включаем То есть сейчас мы получается едем на наше поле Чтобы его косить Ну вот и пошел процесс Получается мы косим следующий слой В то время как валковая жатка собирает у нас предыдущий Тем самым увеличивая слой какашечи Который вылазит у нас получается под этой жаткой И так примерно у нас будет происходить Со всеми вот этими полями И в идеале у нас должен получиться один слой Если нигде не косячить Но нигде не косячить В любом случае у нас не получится Так что будем собирать по мере наших возможностей Что же прошло еще какое-то время Я получается скосил всю траву которая у нас была И она у нас уже получается вот такие вот борзы сложена Получается самая жирная борозда у нас вот здесь Вот практически все поле в ней находится А остальные вот эти вот маленькие полосочки Которые здесь рядом лежат Это все погрешности производства И моих кривых рук Нам сейчас предстоит вот эти вот все борозды Получается затюковать снова В принципе в этом не будет абсолютно ничего нового Все это мы и так уже делали в предыдущей части Поэтому мы встретимся с вами уже на продаже Эта трава у нас успешно уже давно в тюках Уже заферментована И мы уже здесь собрали целую элегу с тюками И я повез это все безобразие продаваться Визуально на поле тюков осталось гораздо больше Чем было до наших махинаций Напомню что до модернизации у нас на поле бы осталось Примерно 5 тюков После того как мы собрали бы естественно Один вот этот вот целый прицеп А сейчас неизвестно Возможно там целый прицеп тоже у нас еще лежит один Но это не точно В любом случае пока что сложно что-то говорить По поводу было ли это все эффективно или не было Мы это в любом случае узнаем только после продажи 21 тысяча плюс еще 5 тысяч И плюс еще 16 Итого с целого прицепа примерно 43 тысячи Неплохо В таком случае едем забирать остальное Не забываю при этом в очередной раз заехать на заправочку Ибо топлива у нас практически уже не осталось Ну и в итоге оказалось гораздо меньше тюков чем я ожидал А именно 58% заполненности всего прицепа То есть 14 тюков По сравнению с 5 тюками это конечно больше Но все таки по моему как то неэффективно оказалась моя модернизация этого поля Хотелось бы лучше Но лучше хотеться всегда будет Я за кадром пожалуй еще пару раз кашу это поле Когда уже вырастет трава Все вот эти вот урожаи я конечно же продам И уже следующую серию мы начнем с солидным капиталом И будем продолжать наше дальнейшее развитие И скорее всего мы будем с вами увеличивать масштабы производства Ну а пока что на этом все Всем спасибо что смотрели У микрофона был как всегда ваш покорный услугам Амуро И еще услышимся А продал я оставшийся урожай примерно за 25 тысяч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok